В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. В Кандалакшском районе составят рейтинг образовательных учреждений. Металлурги разыграли переходящий кубок по хоккею. Вторая жизнь беломорской нефтебазы возродить предприятие обещают уже через год. Вторая жизнь беломорской нефтебазы предприятия, как ожидается, может быть включено в работу уже через год. Об этом накануне на своей странице в инстаграме написал глава Кандалакшского района. Впрочем, как уточняет Михаил Павлов, пока утверждать это со стопроцентной уверенностью рано, но первые шаги уже сделаны. Вопрос о возрождении предприятия обсуждался на встрече с представителями собственников активов. Если все пойдет нормально, то уже в 2020 году люди вернутся на нефтебазу и в порт. В том же году осуществится первая перевалка грузов, пишет Павлов. Отметим, что поиск инвесторов, готовых вложить средства в беломорскую нефтебазу, и порт Витяно ведется не первый год. Одновременно с этим проводилась работа по ликвидации задолженности перед бывшими работниками этих предприятий. Напомним, что тучи над Витяной нефтебазой и градообразующими предприятиями населенного пункта Белое море начали сгущаться в 2013 году. В результате без работы и средств к существованию остались несколько сотен человек. Из-за сильного мороза в Кандалакше отменили чемпионат города по лыжным гонкам. Состязание, которое планировалось провести в минувшее воскресенье, состоится 10 февраля, сообщили в отделе по физической культуре и спорту. Далее коротко расскажем о других заметных событиях. По результатам четвертого этапа Кубка мира по натурбану, который на этот раз принимал итальянский дойч, финно-российская сборная пополнила копилку наград тремя медалями. В заездах у мужчин на двухместных санях серебро взяли Павел Поршнев и Иван Лазарев. Еще одна серебряная медаль у Екатерины Лаврентьевой. В командной гонке сборная России удостоилась бронзы. В Заполярье по-прежнему наблюдается нестабильная обстановка. На реках и озерах лед на водоемах непрочный, а его структура неоднородна. Среди наиболее опасных мест в региональном управлении МЧС выделяют Книжегубское водохранилище, озеро Имандра, Кандалакшский залив и реку Нива. В Кандалакшском районе составят рейтинг образовательных учреждений. Он будет сформирован на основании онлайн-опроса родителей, школьников и детей дошкольного возраста. Анкетирование проводится на сайте Управления образования. Горожанам предлагается заполнить небольшую анкету и оценить качество предоставления услуг в сфере образования. Министерство финансов США снимает санкции с российских компаний «Евросипэнерго» и «Русал». Об этом говорится в заявлении ведомства. Как уточняется, из запрещенного списка компаний будут исключены в течение ближайших 30 дней. Сырьевые биржи уже отреагировали на это заявление. Как сообщают федеральные СМИ, акции «Русала» сегодня прибавили в цене хороший подарок. К дню рождения, который отмечает сегодня Кандалакшский алюминиевый завод, крупнейшему металлургическому предприятию исполнилось 68 лет. Дню рождения Кандалакшского алюминиевого завода был посвящен хоккейный турнир, который и прошел в минувшие выходные в нашем городе. В борьбу за переходящий кубок правкомов горно-металлургических предприятий региона вступили сборные четырех предприятий Мурманской области. Днем они плавят металл для страны, вечером гоняют шайбу хоккей – один из самых популярных видов спорта у металлургов Заполярья. Они активно поддержали идею об учреждении в нашем регионе турнира за переходящий кубок правкома горно-металлургических компаний. У нас сложилась такая традиция спонтанно, что профсоюзники наши, ГМПР областной поддержал эту идею. И ежегодно, к дню рождения завода, мы проводим турнир среди предприятий горно-металлургической отрасли в Мурманской области. В прошлом году было три предприятия, в этом году четыре к нам присоединились. Хоккей не зря называют спортом сильных и мужественных людей. Слабакам здесь действительно не место, ведь не каждый сможет рассекать по льду в тяжелой экипировке, падать и вставать, атаковать ворота противника. Ну а за полярным металлургом кажутся любые трудности по плечу. Красивая игра и яркие атаки. Морозным субботним днем на Данилова 28 было по-настоящему жарко. Первая игра между Норильским Никелем и Русалом закончилась победой Кандалакшан. Наши земляки забили в ворота манчегорцев четыре шайбы. Следующими на лед вышли хоккеисты из Кавдора и сборной Алкон. Преимущество оказалось на стороне Оленигорской команды. В финале они сыграли со сборной Кандалакшского алюминиевого завода. Они достойны друг друга, победить сильнейший. Прогноз, понимаете, можно за одну минуту до конца матча уйти, но не более. Но горняк грамотнее, тактически грамотнее. Может быть, они повозрастнее, а тактически работают грамотнее. В моем понимании, конечно, субъективное мнение. Русал и Алкон – соперники, достойные друг друга. У каждой команды свои достоинства и преимущества. В Кандалакшане, например, парни тертые и постоянные участники турнира, действующие на тот момент обладатели переходящего кубка. Сборная Алкона технически и тактически подготовленная. Ребята тренируются круглогодично. Ведь в Оленигорске есть скрытый каток, но нет опыта выступления под открытым небом. Первый раз участвую. Неплохая организация, хорошая погода. Все супер, спасибо. Постойте вы там, позвольте, пожалуйста. Нет, нет. Вообще, первый такой опыт. Все отлично. Будем еще рады приезжать. Спасибо. Новичкам, говорят, везет. Первое выступление Алкона на Кандалакшской земле закончилось пусть не триумфальной, но все-таки победой 3-2. Счет финальной встречи и переходящий кубок отправился в Оленигорск. И это все, о чем мы успеваем вам рассказать сегодня. Далее вас ждет короткий блок коммерческой информации и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь до завтра. Не пропустите пульс города ровно в 19.00 на ТНТ-4. Всего вам доброго и до встречи.